Это набор с детской фрезой, просто... Ребят, что это? Они сделали обман! На упаковке голубой. А еще обратите внимание, сюда и поймете, каков развод. Ну, конечно, набор за 10 тысяч, а батарейки не положили. Они нам косметичку не положили. Пойдет. Всем хай! Привет, всем девчули-молчули. Мы не сговаривали сегодня делать такой макияж. Вот мы просто чувствуем друг к другу. Мы таки на розовом. Мы, наконец-таки, будем делать проверку детского набора для маникюра. Лиса, он у тебя уже запылился. Лиса мне предлагает сделать проверку этим, когда я делаю вот... Она утверждает, что она профессионал, поэтому я, в принципе, не спорю. Поэтому мы будем делать Лисе, потому что мне некуда. Я специально сняла свои ногти в надежде на то, что Дарья сделает мне офигенный маникюр детским набором, потому что здесь есть фреза. Это набор с детской фрезой. Это просто... Ребят, что это? Штамп для маникюра. Можешь открывать. Будет выглядеть так, как будто бы ты вот маникюр сделала пойти в садик. О, даже тут есть розовый. Вау! Слушай, цвета классные. Цвета, правда, очень красивые. Мне нравится, что тут такой розовый и сиреневый. Мы с тобой будем делать вот такие сочетания цветов. Крутой маникюр, между прочим, сделай сама. О, нет. Создай свой стиль штамп для ногтей. Кстати, смотри, они обманули. Они обманули. Ну, хорошо розовый. Нет, хорошо, но они обманули. Здесь на упаковке голубой. Они сделали обман. Странное. Здесь тоже, между прочим, синий и голубой. Да почему? И у них еще есть косметичка. Даш, нам косметичку не положили. Что-то странное, да. Они нам косметичку не положили. Давайте поговорим про деньги. Что вы знаете про инвестиции? Если вы шарите за инвестиции, наверняка знаете целую кучу предложений. В том числе, Тинькофф Инвестиции. И именно о нем я сегодня хочу с вами побеседовать. Ну, а если вы в этом не шарите, то сейчас я вам расскажу, и вы начнете разбираться и сможете уже инвестировать как настоящий профессионал, как инвестор. Ну, и зарабатывать, соответственно, так же. Итак, Тинькофф Инвестиции. Что это? Это очень удобное, в первую очередь, мобильное предложение. И сделки совершают здесь элементарно. Поддержка работает круглосуточно. Поэтому даже самому новичку-новичку будет достаточно легко в этом во всем адаптироваться. Плюс поддержка, которая, если что, поможет вам разобраться. А если вы чувствуете, что недостаточно разобрались с финансовых инструментами фондового рынка, загляните в Академию Инвестиций от Тинькофф. Там вы найдете огромное количество бесплатных курсов, как и для начинающих, так и для очень продвентных в этой теме, кто хочет еще глубже погрузиться и понимать еще больше и лучше. Если что, Академия доступна абсолютно каждому. При этом совершенно необязательно иметь брокерский счет. Из удобного выполнять счет в этом приложении можно с карт любых банков. Вот и вывод денег со счетом на карту происходит абсолютно без каких-либо комиссий. Можно даже открыть ЕС и получать ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей. Если что, есть еще для тех, кто уже инвестор и хочет им стать. Есть очень удобная социальная сеть, называется Пульс. Там можно следить за доходностью, общаться с другими инвесторами, и в общем обмениваться информацией, получать что-то новое, и следить вообще за всем немножечко изнутри. А сейчас я буду делать вам дорогие подарки, и мои подарки это акции. Imagine. Кто вам еще акции подарит? Я. Что нужно сделать? Отправляйте в чате приложение. Вот эту вот информацию. Это промокод TINV1545. Получите пакет акций, а не Тинькофф в подарок. Открывайте брокерский счет по ссылке в описании. Так, вот это у нас получается стемпинг. Блин, так вот типа берешь, палец засовываешь, так и пальца больше нет. Так вот. Блин, это получается с единорогами, с кисами и с сердечками. Наклейки или что это стемпинг. Надо прям постараться, чтобы надавить на самом деле. Ой. И что, это так страшно надавливается? Бля. В общем, нас обманули вот так и покупают детский набор для маникюра. А еще обратите внимание сюда и поймете, каков развод. Кстати, набор стоил 4000. Развод. Небольшой спойлер перед тем, как мы продолжим. Ребята, оно очень страшно надавливается. Вы видели? Трэш. У Лисы же пальца не останется, если так сделать. Я еще Света, еще кожи мне это вообще не могу. Ты видела, что... Это очень страшно, смотри. А можно твоя пальца ставить? Нет, это не надо делать, это очень страшно. Ты просто послушешь, что будет. Просто положи ты на кого-нибудь. Нет, только не киришли, ему нельзя. Ты что? Ты кого убьешься? Давай проверим на типсе просто. Да, давай. Типсы больше не будет, если мы так сделаем. Давай. Она помялась. Она помялась. Что за бред? Лиз, я боюсь, что ты достаточно без пальца. А как это дети-то должны делать? Ладно, переходим к набору номер два. Нужно это... Прорезать. Лиз, ну ты вообще героиня. Блин, ну тут вообще такие принцесски. Ну она такая профессиональная здесь, что ли. Посмотри на ее маникюр, на манипиаш, на ее. А почему не сфоткались сначала вот так? Ну этот набор мне нравится больше, потому что тут есть стразы. Вау. Лиз, ну мы мне тоже будем делать маникюр. Ну ладно. Нифига, тут это даже клееночка. Давай ее ставим, а будем на ней делать маникюр. Летушек не загадит стол. Класс. Слушай, современным детям так везет. Правда, все глиттеры рассыпались, но и хрен с ними, в общем-то. Так, а как это открыть? А, все. Это вообще для педикюра, ты знала? Да, кстати, странно, что это здесь есть, но они, кстати, неплохие. Даже есть типсы, представляете, чтобы вот протестить каждый лак. А я думаю, вот типсы для наращивания нет. Тут что-то одна отвалилась, а где одна? Это любовь. Это пилка. Да, снов придется всем этим ногтем пилить. Что, реально пилить? Да. Кстати, пилка-то очень жесткая, потрогай. Это любовь. Мне больше нравится лампа. Подожди, это не лампа, это развод. Что за фона? Во-первых, все глиттеры рассыпались. Мы все в этом дерьме. Ужас какой. Во-вторых, это лампа. И почему здесь не входят в комплекте батарейки? Еще, чтобы открыть эту штуку, нужно отвертку иметь. А может быть, я ребенок без отвертки. Так ногтями, как я обычно делаю. Да? Ладно, можно взять просто маникюрную ногу. Ладно, оставим это на потом, потому что я не знаю. Такой, как бы там просто вентилятор, который будет сушить обычный лак. Значит, здесь идут очень стильные наклейки, такие, знаете, из двухтысячных. Все как актуально сейчас по моде. Стразы. Да. Можно тебе сразу на лицо, кстати, налепить. Да. Ты хотела макияж сразу. Да, можно сделать. Мне кажется, вот эти вот ленты, я помню, они были тоже очень актуальны в году десятого. Что это за ленты? Они, значит, можно такие вот линии всякие делать различные. Так, наклеил, залил и пошел. Но в мое время не было гель-лаков, и я делала это обычным топом. И ничего не держалось, они отклеивались. Ладно. Что вот это такое вызывает на вопрос? Это, типа, набор для рисования, что это? Как будто это набор для тату. Слушай, она острая такая, да. И тут еще какая-то игла есть. Ну-ка. Да, оно рисует. О, боже. Оно реально рисует. Ну, это, видимо, для рисования. Это обычный лак. Оно реально пахнет лаком. О, мы дошли до фрезы. Самое интересное. Так. Блин, у нас все в блесках. О, в виде сердечка, там сердечко. Да? Скажи. О, все как мило. Я достала фрезу. Ну, ставь, что. Да что, мы пришли к стоматологу? Открывайте, пожалуйста, ваш рот. А-а-а-а. Ладно, сейчас я буллю. Нет. Мы делаем на сухой. Ну, в общем, короче, ребят, рассказываю. Эта штука, она... Сушит лак. А я думала, это гель. Ну, да, она выглядит как будто для гель-лака. Но в факт она просто сушит. Но еще можно использовать как кондиционер. Типа, вот сейчас 32 град, сходишь такая с этим тапком. Алло, здравствуйте. Алло, Даша. Это Даша, брат. И может быть, я хочу, кстати, вас засунуть ногу. Ну, просто хочется только ржать. Я не могу серьезно относиться к этому видео. Бля, вот сейчас будет опасно. Он реально стирает его. Подожди, я пытаюсь... Нет, это... Кстати, он только в одну сторону отбивает, получается, работает. Да. А что он так... Мне кажется, можно спилить палец. Можно. Он реально... Я прям его чувствую. Он мягкий, но я его чувствую. Интересно. Он кутикулы реально спилит или нет? Что-то приподнимает. Я просто не понимаю, что это за опилки, которые здесь появляются. Это твоя кожа. То есть все-таки он ее пилит. Ну, конечно. Она шлифует, типа, даже. Ну-ка, дай мне пальчик сюда. На, ты же, пожалуйста, да. Так будет удобнее. Ну, конечно, он ее приподнимает. Что-то же он толстит, уже работает. Офигеть. Так что, Лиз, почти маникюр будет готов. Идеально будет. Через два дня, да? Ну, да, такими темпами только через два. Ну, в целом, типа, ок для детей пойдет. Я просто умираю от того, как это странно. Даша, если тебе эта штука в итоге понравится, могу тебе ее отдать, чтобы... Спасибо. Чтобы ты делала маникюр ей. Мне же нечем больше. На удивление, эта штука оказалась не на сто процентов бесполезной. Она даже как будто бы прикольная. И, если честно, даже вызывает некоторые вопросы, не навредит ли себе дитя, когда будет делать сам себе маникюр. В настоящих профессиональных девчуль. Давай я тебе подпиливаю. Давай. То есть, штука была быстрее, да? Да, вот эта пилка какая-то, она, конечно, очень душевная, потому что сердце, но как будто бы долго будет процесс опиливания идти. Лиз, тебе какую длину надо? Ну, мне, как у вас. Форма, короче, не самая удобная. Давай проверим вот эту. Ну, неудобно, потому что она очень маленькая. Почему не могу ей побольше положить? Нет. Она даже не сдувает пыль. Ну, видимо, детскому пальцу нужна маленькая пилка по их логике. Я пилу второй. Где ему делать маникюр? Короче, я поняла, это реально типсы. Я не знала, что они такие. Давай палец. А на что наклеивать, я так не пойму. Короче, смотри, я заказывала на Алике себе вот такие штуки для проверки. Закладные ногти, да, прикольно, кстати, выглядят. И здесь есть вот такие вот штуки, на что их клеить. А, правильно, да. На их аналитики уже были. Все. А будем вот эти? А мы давай на одну руку сделаем вот эти, а на другую вот эти. Это у меня правая рабочая. На рабочую нам нужно, да, сделать... Самую сильную? Да, розовую на цвет. Давай розовую делать. Так, все как в настоящем маникюрном салоне. Серьезно. Это не обязательно, но нужно протереть. Пожалуйста, да. Так. Все-таки кот тоже хочет маникюр. Ну да, он такой, я вел второй желающий. Итак, клеим первый ноготь. Вот ноготь один, ноготь раз и... Во, наклеила. Ну, такое. Видно, что он пластиковый. Ну и потом по этому же принципу все остальные типсы я тоже налепила на свои ногти. Кстати, фан-факт. Да, в комплекте не было ничего, чем можно было бы эти типсы закрепить, поэтому я не очень поняла прикола. То есть, значит, фрезу и все такое не положили, а какой-нибудь даже элементарный еще дурацкий клей для того, чтобы эти типсы на ногти себе налепить нет. Нет, да хотя бы кусок пластилина мы положили. Реально пришлось использовать от своих каких-то других типс вот эти вот штуки. Как-то, знаете, неприятно. Ощущение, что тебя вообще-то развели. Развод. Волшебно. Эй, у второй. Давай-ка ты отсюда уйдешь, что-то нам будет мешать. Да, можешь прям в коробке уходить. Все. Кот захотел сидеть в этой коробке, кот в ней и уходит. Пусть лежит в коробке, ладно, она понятна. Он так хорошо прилет, и жалко его. Очень сгрызет, ну и слос. Ну, хорошо. Так, давайте протестируем на котелку, а то вам нравится, как его гладят этими супер ногтями. Однозначно нравится, у нас не убегают. Ого, жмурчит. Ну, короче, ногти так выглядят. Ладно, он заинтересовался крабом. Ой. Лиз, надо градиент делать, я считаю. Так, надо заболтать такой лак. Тьфу, он и воняет. Вонючка. Вообще. А кутикулу отодвинуть, между прочим, нужно вот эти. Хотя бы. Так, что там какой-то очень не пигментированный, честно говоря. А, нет. Слушай. Ну, для детского лака это просто что-то... Чё... Сейчас я качественный маникюр делаю. Ну, немножечко уже вышла за границу. Еще за секунду не засыхает. Прям отлично. И пока что. Слушай, он как будто бы даже не воняет. Сначала показалось, что он пахнет, но сейчас вообще его не чувствуем. Я в шоке. Он даже не плешивит, слушай. Что тебе тут? Уберем лишнее. Делаем просушивание, нажимаем. Я прям чувствую, как он высыхает, я не шучу. Я реально вам отвечаю. Я сейчас сижу с этим тапком, и я прям чувствую, как сушится. Ладно, проверяем? Проверяем. Я помню раньше, чтобы проверить, высох твой лак или нет, нужно было тронуть его языком. Нет, сушим дальше. Я тоже помню так делала. Обычно на сахаре минут 10. Может, пока вторую руку тебе сделаем? А, давай, да, пока мы сидим с этой штукой. Так, ребят, нужно подпилить фрезой вот здесь вот. Господи, как тяжело быть ребенком, я отвечаю. По-моему, не та сторона или та. Ага, все правильно. Все, и он прям внизу. И по идее, теперь, если мы это делаем, оно, видишь, вот так вот продавливает, должно клеить. Только я не понимаю, как оно должно клеить, и на что, она же не клейкая, нифига. Там, короче, была картинка такая, что нужно, ну-ка, ты ровно положи. И оно теперь каким-то крабоком отпечатывается? Ну, типа, да, он тут нарисован, что-то внутри, а то вот так вот. Ну, Даш, если что, все будут знать, что это была твоя вина. Да-да, вот так. Чтобы там до кружочка дошло. До кружочка дошло? Да. До кружочка дошло? Да. Даш, давай. Такая хрень. Может, она уже пропечаталась, нет? Да, убирай. А больно было? Нет. Охренеть, смотри, оно реально отошло. И не надо палец отрубать. А-а-а-а, вот это крючетня. Слушай, а Мила, умираю. Ну, Мила же. Ну, да. Ну, типа, пойдет. Ну, слушай, я, честно, ожидала худшего. Мы еще, учитывая, что 10 раз-то проштамповали, прикольно. Давай быстро фиксировать. Да, точно, нам же нужно зафиксировать это все. Ну, вот, видишь, а если бы мы не посушили, то он бы вообще весь смазался, как сбоку чуть-чуть. Так, это у нас как топ. Сейчас будет блестеть красиво. Ну, Лиз, ну, с этим маникюром ты должна будешь провести неделю. Ладно, Даша. Пока он не сотрется. Хорошо. Давай сделаем опять котика. Ага. На другом сделаем фламинго. Ага. На каком-нибудь можно сделать татуировки такие типа. Ага. Татухи-то стильные. Можно сделать cool, love. Вообще, такие самые стильные девчонки в своем четвертом бе. Да, мы тогда их сделаем. Ребят, все из четвертого бе быстро написали. Я была из четвертого бе. Погнали. Итак. Так, мы тут ставим... Так, давай вот сюда. Здесь мы сделаем... Тут есть сердце, поэтому мы попытаемся выложить сердце. Слушайте, ну я тебе делаю супер стильный наил. Придется с ним ходить теперь. Слушай, ну почти. Ну, слушай, ну настоящая альтушка. Вообще сильно. Такая модная, просто trash and girl. Так, давай следующий палец. А, нормально. Да, можно вот здесь сделать вот так. Ага. Знаешь, как раньше... Так у модных, да, у ведьм. Так, и вот здесь тоже делаем вот так. Оп. Мам, посмотри, Гима, молодцы. Мы поиграли в маникюр. Да, давай теперь сделаем печать. Картриджи, да, за... Наяривай. Наяривай. Кстати, буду орать, если там не получится руку до конца впихнуть. Да. Ну, бу... А, да? Ну да, вот так вот максимально. Давай, пробуем. Один раз нажимай. Угу. Вытаскивай. Случилось? Вытаскиваем. Да. Понятно. Ему очень нехорошо, этому изнорогу. Давай, как, значит, эмочки через одну. Отлично. Немножечко затёк. Ну и ладно. Ты представляешь, какие богатые должны быть дети, чтобы они делали себе такой маникюр? Потому что она стоит 10 тысяч на вот это? 10 тысяч на вот это. Так, давай. Как ты думаешь, она стоит того? Нет. Лучше сходить в салон. Ну... Давай вот большой. Давай. Ага. Он процерел лак. Что с ним не так? Почему им у единороги не получаются? Я думала, что проблем всё-таки в единорогах, потому что ему очень нехорошо. Да, давай менять тогда. Да, им прям плохо. Давай фламинго, например. Давай попробуем. Итак, давай, Даш. Фламинго. Давай-давай, жмакай, жмакай, жмакай. Ну почти. Ты прислаживать смазался. Они как будто бы есть, конечно, но как будто бы им очень плохо одновременно. Хрень. Короче, это самое лучшее, что они могут сделать. Это лучший результат, который мы смогли сделать. Ладно, Даша, давай оставим эти штампы. Какие-то они отстойные. Давай сделаем. Делай вот это. Опять пинцетик. Надо чем-то, чтобы нарисовать. Ну вот это прям стиль такой, ребятки. Вот это я понимаю. Я считаю, что вот, чтобы исправить вот это вот бедствие, я считаю, что нужно добавить еще вот таких наклеек. Потому что мы их так и не добавили. Ну наклейки, конечно, стиль. Ладно, и вот так. Вот так. Вау, Даша, вот это так модно. Просто тренд 2022. Да. Какой ужас. Кстати, это же какая-то рок-группа, да? Нет, это знак хиппи. Нужно добавить вот сюда стразик. Вау, типа это ромашка с бриллиантом внутри. Класс, Даша. Вот это придумала. Блин, была бы у меня в детстве такая штучка, это было бы очень удобно. Ее очень удобно нарисовать на самом деле. Кстати, да, слушай, как будто бы не хлам. Вообще не хлам. Хоть что-то хорошее в этом наборе. Так, давай. Ой. Хотя я тут ткнула. Так, давай вот тут будет получается красный, потом розовый. Ага, и снова красный. Тут красный. Она была Эмма. Жалко, что цвета дурацкие. Добавь бы какие-нибудь там, не знаю, белый, черный, ну типа было бы лучше. Только это желтый и зеленый очень надо. Да, ну красный вообще отлично. Красный класс. В общем, мы очень долго времени сидели и наклеивали все, что было в этой упаковке, чтобы все протестировать. И если честно, то все было недостаточно-то и кринжовым. В целом, я бы сказала, что даже норм. Ну и смотрите, что у нас получилось. Да. В общем, вот так вот выглядит первая рука. Стильный, классный, модный, молодежный маникюр. Вторая рука. Модный. Пипец. Это вот для альтушка с тиктока. Что вот если ты знаешь, как пояснить за альт, ты могла пояснить вот такой вот маник. Просто потрясающей красоты. Ну, чтобы быть прям... Прозрачный. Вот сюда засовывай сейчас пальцы. Давай. Ну, суй мы пальцы, да. Ну. Хоть это и для педикюра, но мы сейчас, знаешь, без разницы. Главное, что это выглядит стильно. Ну, что сказать. Набор для детского макияжа был, наверное, лучше. Да. Да. Хоть он устал до хера, но все-таки давно лучше. Ну, что ж, посмотрим, сколько я прохожу с этим. Ну, и когда оно высохнет. Надеюсь, оно высохнет. Но вот эта рука выглядит настолько плохо, что мне даже нравится, и можно подумать, что это такой стиль. Да, кстати. Вот этим фламинго очень нехорошо. Ну, что ж. Будем знать, когда высохнет. Баааай!